Контент в любом ракурсе является королем, но он также важен и не только для зрителей, но и для рекламодателей. Я хотел бы обратиться к Илье с вопросом, влияет ли то, что сейчас происходит на рынке, на медиарынке, то, как меняется наполнение на площадках и телеканалах на закупке рекламы? Безусловно, влияет. Для производителей, контента и дистрибуторов, с этой точки зрения, интересно эти месседжи донести. Здесь я представляю рекламный рынок, рекламную индустрию, которая планирует в интересах рекламодателей и брендов рекламной кампании. Соответственно, бренд заинтересован в том, чтобы устраиваться в коммуникацию с аудиторией, там, где это действительно привлекает внимание аудитория, для того, чтобы получать взаимодействие с аудиторией, доносить какие-то аспекты бренда и строить имидж бренда. И, ну, в итоге в рекламной индустрии во многом и рекламодатели во многом инвестируют эти каналы коммуникации, производство контента и во многом влияют. Соответственно, с этой точки зрения я могу сказать, во что мы вместе с брендами, с нашими рекламодателями, на что мы обращаем внимание, какие сложности мы убираемся и какие возможности здесь возникают. И, например, производители, дистрибуторов, ну и, прежде всего, для телеканалов. Вообще, ну, как бы, если говорить о традиционном, самом-самом большом канале коммуникации, собственно, с самими телеканалами, то, несмотря на все презентации из года в год телеканалов, о том, какие рекорды, там, каких-то проектов они добиваются с точки зрения рейтинга доли телесмотрения и, там, каких-то обновлений, уточнений данных, медиаскопа, о том, как еще аудитория была померена и так далее, тем не менее, если смотреть в длительной перспективе, то телевизор смотрит все меньше и меньше и в перспективе 10 лет, ну, этот тренд, он абсолютно не снижается, только нарастает, практически аудитория только старше 60 лет остается лояльной вот этому формату дистрибуции и вот этому контенту, вся остальная аудитория явно переключается куда-то в другое место и телесмотрение для более молодых аудиторий, оно за этот период упало полтора-два раза, что очень существенно. Сейчас, там, не больше часа времени молодая аудитория проводит у телевизоров, там, просмотрит традиционных телеканалов, здесь на этом графике показано суммарное телесмотрение вообще всего телевизионного контента всех каналов. И с точки зрения брендов, как бы, здесь возникает какая-то сложность. С одной стороны, падает количество аудитории в рамках этого контента, с другой стороны, ну, формат, в рамках которого этот контент распространяется, то есть мы до сих пор имеем телевидение, которое показывается всем всем, да, и это вызывает тоже ряд, как бы, сложностей, в смысле эффективности коммуникации. В среднем человек сейчас на телевидении видит огромное количество сообщений, в том числе и не самых релевантных для него, там, целезритель видит порядка 900 роликов рекламных в неделю, что на фоне общего количества потока информации достаточно много для того, чтобы это усвоить. И угадана бы это была вся релевантная информация, и тот формат, который подразумевает вещание всем всего, означает, что мы в лучшем случае можем внутри этой коммуникации увеличивать концентрацию целевой аудитории. Но при этом, так как основная лояльная аудитория для текущего формата телевидения, это аудитория старше 60 лет, то мы имеем огромное количество долей нерелевантной аудитории, если взять любую рекламную кампанию, посмотреть, каким образом, там, посмотреть, какие контакты с какой аудиторией мы получаем в рамках нее, то получится в лучшем случае, там, от 10 до 30 процентов это целевые контакты, все остальное это не целевая аудитория для рекламной кампании, и это же является проблемой в итоге для аудитории, то есть аудитория в рамках текущего формата и текущей парадигмы распространения видеосигнала в рамках телеканалов имеет очень высокий уровень нерелевантного шума для себя. И, безусловно, это приводит к тому, что аудитория активно ищет, потому что сейчас, очевидно, как бы этот тренд усиливается из года в год, аудитория пытается пробиться сквозь информационный шум, получать действительно полезную, важную для них информацию, и, ну, особенно это касается более молодой аудитории, которая, в принципе, рождается уже, как бы, и учится в рамках новой парадигмы цифровой, в которой у нее есть выбор и есть возможность настраивать то, что она хочет видеть, то, что не хочет видеть, и поэтому картинка, вот, с точки зрения того, как распределяется внимание для разных возрастов, здесь вот немножко возраста поехали, но я думаю, что вам все равно понятно, что здесь первые в шарик идут, это более молодой возраст, в конце там люди 45-64, старше 60 лет, то, как распределяется внимание между телевизионным контентом в рамках телеканалов и текущего формата вещаний, и интернетом, диджитом, в молодой аудитории, соответственно, доля превалирует огромная, намного сильно превалирует в интернете внимание, и телевидение остается только в доле 18% от общего суммарного внимания, которое аудитория потом выделяет. Да, после 40 лет телевидение опять становится номер один, и доля аудитории старше 40 в общем населении России, как бы, она больше, поэтому телевидение номер один, с точки зрения объема аудитории, но тем не менее, вот эту картинку важно воспринимать, и здесь вот месседж во многом телеканалов, о том, что, ну, это вряд ли является особенностью смотрения в разные возрастные периоды жизни человека, это скорее картинка о том, каким будет место телевидения, если оно не поменяется с точки зрения того контента, который там показывается, и того формата, в котором дистрибуция этого контента происходит. Если эта ситуация не измерьте, то через 5-10 лет эта аудитория за собой несет эти привычки, и место телевидения будет все ниже и ниже. А и в этой связи, ну, вот мы вместе с рекламодателями рекламной индустрии видим очевидные возможности, с точки зрения изменений и развития телевидения, это, там, сами по себе телеканалы являются уникальными, там, суперстабильными каналами коммуникации, некими такими трубами связи с аудиторией, с огромным охватом и стабильным вещанием. Но при этом очевидно из того, что теряется аудитория, то, как происходит доставка этого сигнала до аудитории, то, что содержится внутри этого сигнала, оно все меньше и меньше сохраняет внимание, привлекает аудиторию, то есть есть некий кризис того, каким образом аудитория там удерживает. С другой стороны, мы имеем уже достаточно развитую цифровую среду, в рамках которой как раз аудитория переключается, и, видимо, там она себе находит, как бы удовлетворяет свои потребности, и вполне очевидно, что она их удовлетворяет с помощью того, что она там получает, имеет возможность получить и настроить себе персонализированный контент, который кликабельный, который отвечает их потребностям. И здесь, кажется, есть, ну, очевидная точка роста. Фактически телеканал, в данном случае, имеет смысл уйти в эту цифровую среду и воспользоваться теми профессионалами, которые знают, каким образом там привлекать аудиторию, знают, какой контент необходимо производить, и там же абсорбировать все те технологические особенности и свойства цифровой среды. Потому что на данный момент мы имеем некую завершенный этап цифровизации телевидения, который шел достаточно долго, но фактически он весь свелся на сегодняшний момент, потому что сигнал из аналога стал передаваться в цифровой. То есть это повлияло исключительно на картинку, но не на возможность создавать действительно, и там, коммуницировать персонализированно с конкретным хозяйством или конкретным телезрителем, не появилось свойства кликабельности, не появились свойства обратной связи. То есть полноценной цифровизации этого огромного канала коммуникации с аудиторией на данный момент не произошло. И в этом смысле, в качестве возможностей или направления решения, как раз, может быть, имеет смысл обратить внимание на... Здесь в качестве примера я привожу пример проекта «Витрина ТВ», который достаточно давно развивается крупными телевизионными холдингами, национальными видеогруппами и так далее, но все еще не имеет какого-то значимого эффекта для аудитории и не привлекает большое количество внимания к аудитории, к контенту, который распространяется. Но, может быть, как раз сейчас хороший момент, когда телеканал имеет смысл интегрироваться в эту цифровую среду, найти возможность создать какие-то агрегаторы, приложения, какие угодно способы реализации для того, чтобы доносить до аудитории контент, который у них есть, а вот привлечь внутри этого, на фоне дефицита текущего контента, который в рамках телеканала, который отзывается, аудиторию проявляющих профессионалов из цифровой среды перестать считать это каким-то, условно, UGC, какими-то блогерами и противопоставлять их профессиональному контенту. То есть мы видим по цифрам, что на сегодняшний момент аудитория для себя видит профессионалов в цифровой среде, для них это профессионально, это в любом случае привлекает их внимание. И, возможно, это является хорошим источником контентного ресурса для телеканалов или для поставщиков контента телеканалов. И для аудитории возникнет, наконец-то, возможность создавать себе, условно, какой-то мой канал, свой персонализированный канал, видеоканал в данной коммуникации. И здесь действительно будет контент уже в рахах этого канала конкурировать, и он может быть представлен различными каналами, может быть, не каналами представлен, но человек себе выстраивает в этом случае персонализированную ленту, как в соцсетях, получает важную, полезную информацию. И это же очень будет пользоваться огромным спросом с точки зрения рекламодателя, потому что рекламодателям интересно сегментировать аудиторию, интересно находить именно ту аудиторию, которая им необходима. Здесь, в данном случае, можно по интересам очень четко определять, что предпочитает аудитория понимать, какая, в том числе, рекламная коммуникация им будет релевантна, и сюда пойдут рекламные инвестиции. Это, безусловно, будет поддержано. Ну, то есть, линейное вещание, стриминг, линейное вещание, это относится к цифровизации? Да, но, видимо, то, как это сейчас реализовано, это не собирает достаточное внимание аудитории. То есть, это все еще находится в таких нишевых аспектах и не носит большого охвата. Большая часть вещания и охвата получается через традиционный эфир все всем. И весь традиционный эфир, он все еще не перешел в цифровой формат, когда есть возможность персонализированно доносить какой-то контент. А к цифровизации, ну, собственно, вот вы рассматриваете телеканалы на какие-то инвестиции, либо это тот комплекс контента, который может существовать в виде стриминга, или, может быть, в виде каталога контента. Это относится к цифровизации? Ну, и так, и так мы рассматриваем. То есть, на данный момент, де-факто, это является некими агрегаторами контента какого-то, да, произведенного самостоятельно, либо где-то заказанного. При этом он распространяется сейчас в основном только одним определенным способом. В формате эфира всего всем. И как раз, ну, то, в чем есть потребность, в том числе инвестиционная с точки зрения рекламодателя, в том, чтобы этот формат, он изменился и позволял персонализированно доносить и контент, и, соответственно, рекламную коммуникацию внутри этого контента до аудитории. И вырос из нишевого, когда это там уровень охвата 2-3% от населения, ну, вот, перешел в тот формат, который, в тот акват, который сейчас обладает вот это вот вещание телевизионное, когда это 80-90%. Я правильно понимаю, что вы считаете, что в будущее именно за какими-то конвергентами решений, когда там тот же телеканал или просто медиапроект существует в виде стриминга и в виде вот каких-то цифровых продуктов, или уже вот эта вот линейная история не нужна, и будущее за цифрой. И спрашиваю я именно вот в контексте рекламы, то есть рекламодатели что ожидает, куда они-то смотрят, где они рассчитывают потратить деньги, там, ну, в эфире или в интернете? Рекламодатели в данном случае как бы идут туда, где находят свою аудиторию. И, ну, сейчас в рамках линейного вещания рекламодатели сталкиваются с тем, что из года в год эффективность этого линейного вещания сокращается, а стоимость коммуникации через это линейное вещание растет, но при этом оно все сейчас сохраняет свою, там, большую охватность, соответственно, есть большая и неудовлетворенная потребность, с одной стороны, с точки зрения телевидения эффективность падает, с другой стороны, с точки зрения диджитала там сейчас наступил тоже как бы огромный дефицит как раз средств коммуникации, то есть деньги активно уходили туда и коммуницировались в рамках диджитала, сейчас там большое количество платформ и площадок ушло, и как раз возникла вот эта проблема между тем, что там диджитал, в цифровой среде есть профессионалы, которые знают, как привлекать аудиторию и обладают технологиями персонализации, кликабельности и так далее, измерения этой аудитории, но они могут реализоваться достаточно. Есть телеканалы, которые представляют из себя огромные такие трубопроводные с аудиторией, но при этом коммуницируют там сейчас как бы тот контент в том формате, который теряет свою потребность. И, ну, отвечая на ваш вопрос, там, безусловно, будущее за цифрой. И кажется, что она сейчас развивается там слишком медленно, сама аудитория человека развивается гораздо быстрее, нежели чем сейчас удовлетворяются его потребности индустрии. И потребность этого человека тоже очень сильно сейчас возросла с точки зрения получать персонализированный контент. При условии, что будут созданы для человека удобные, нативные, легкие в управлении и обращение с ними сервисы цифровые, то, ну, линейное телесмотрение перестанет быть нужно. То есть оно просто будет в рамках этой цифровой среды. Хорошо, спасибо. Юля, а вы как считаете, как вы видите будущее медиа-потребление и телесмотрение? И сразу второй вопрос, насколько в текущей ситуации актуальны ли по-прежнему новые форматы, такие как, например, виртуальная реальность видео 360? Ну, мне на самом деле кажется, что давно вот там идут обсуждения, что будет с ТВ, вид, что платформа, и запрещение, конечно, детского контента. И я помню, когда вот был такой бум ТикТока два года назад, мы сами думали, что вот такой вот запрос на вертикальный формат видео и рост этих площадок будет тоже диктовать нам то, что мы будем производить. У нас были даже такие опыты производства именно вертикальный формат. Но замещение, опять же, не произошло. То есть я бы сказала, что просто теперь есть разные ниши, и мы свои проекты тоже стараемся максимально широко дистрибутировать и находим абсолютно верно на каждой платформе просто ту самую свою аудиторию. даже несмотря на то, что мы говорим про детскую анимацию, у нас все равно тоже действительно есть разная эта аудитория. Потому что, например, на примере смешариков, на которых выросло уже целое поколение, у нас был просто нереальный органический всплеск. За несколько месяцев мы в ТикТоке собрали миллион подписчиков, это просто подростки оказались. И мы начали для них делать отдельный контент на основе нашей анимации. Огромная тоже для нас площадка появилась и для промо, и для монетизации. Но при этом классические форматы 5-6 минут, 11 минут, которые есть в детской анимации, они никуда не делись, и они также востребованы и на ТВ, и на цифровых платформах. Поэтому мы также следим за рынком. И могу сказать только, что премьера на ТВ и ротация на ТВ для детской анимации все так же остается важна, как и ранее было. Вы упомянули монетизацию в ТикТоке, например. А вот есть понимание, можете поделиться, какую часть ваших доходов составляет продажа контента, а какую часть заработок на рекламе? Ну, ТикТок не очень показательный, потому что он для вас все-таки не стал весомой частью дохода. Если там Digital и ТВ права, они сопоставимы, в разных проектах отличаются. То есть вот покупка Digital площадками и ТВ-каналами – это сопоставимые. Даже сопоставимые. Я думал, на самом деле, что скажете, там, один к десяти. Один к ста. Отлично. Значит, для контента есть также возможность неплохо зарабатывать и на рекламе, не только на прямых, скажем так, продажах. И про прямые продажи и дистрибуцию прав – вот, Юля, тоже к вам вопрос. В предыдущие годы хорошо развивалась дистрибуция российского контента за рубежом все активней. Ну и тот же Netflix и дистрибуторы зарубежные брали на реализацию российский контент. В связи с нашей новой реальностью, как изменилась ситуация? Ну, я раньше отмечала, что, в принципе, часть рынков, как являются там развивающимися и достаточно активными, они так остаются. Для нас это, безусловно, Азия, Латинская Америка, Ближний Восток. С Азией мы работаем давно, у нас уже ряд проектов там популярен. Как раз на личных платформах. Мы там даже входим в топ. Вот на площадке «Тэнсэн», у нас «Виксики» в ТОП-10, площадка «Юкум» – это альтернатива китайская YouTube. У нас вообще компродакшн с Али Бабой, тиму Тома проекта. Вот, поэтому там мы собираемся только наращивать. Конечно, в ряде территорий Европы и Северной Америки сейчас некоторые переговоры на стопе. И также мы очень надеемся, что последний полный метр тоже увидит широкая международная аудитория. Пока тоже вот прокат на стопе. – Хорошо, спасибо. Есть ли вопросы в зале к нашим гостям? Да, так. Ладно, микрофон принесу. – Добрый день, Алексей. Меня зовут Усанов, город Казань. Мне, от одной стороны, очень интересно ваше рассуждение по поводу сегментации аудитории. Отсюда возникает вопрос. Мы вот с предыдущей сессии видели некое противоречие или разнонаправленность течений. То есть, с одной стороны, есть интеграция, попытка объединения разных ресурсов, вот это слияние. Там может быть. С другой стороны, в ряде случаев, отдельные игроки говорят, что нет, мы на своей платформе будем запускать все там часовые пояса, а значит, на витрину там отдадим только то, что хотим отдать. Юля вот мечтает создать свой канал, допустим, мультипликационный, да, тоже его в ВТТ-сервисе. На Ваш взгляд, все-таки какая концепция более выкрашенная с точки зрения рекламодателя, если мы говорим не о подписке, а о рекламной модели? И отдельный вопрос второй. Я представляю регионы. Мне интересно, как Вы оцениваете интерес со стороны рекламодателей, в том числе, может быть, группы федеральных игроков, сегментации или, наоборот, интеграции ОТТ-сервисов на региональных рынках. Спасибо. Ну, рекламодателям интересно, как можно… То есть, если мы говорим о построении бренда, то интересен охват, как можно быстрее и проще организовывать этот процесс построения охвата. И в этом смысле, ну, трендом, наверное, и фокусом сейчас, с нашей точки зрения, является некая юзер-центрик модель, когда, ну, во голове у вас ставится сам человек, его потребность в том, как он потребляет контент. Сейчас проблема человека в том, что существует огромное количество разложенных сервисов, которые обладают, там, где-то своим уникальным, возможно, эксклюзивным контентом, но ему необходимо постоянно выбирать и переключаться через этих огромное количество сервисов. И в этом смысле есть, как бы, линейное телевидение, когда ты просто включаешь классический телек, там, переключаешь телеканалы, и там как-то это все гораздо проще происходит. Но при этом растет вот неудовлетворенность то, что ты там вынужден переключать. Очень часто ты переключил все 15 каналов и так не нашел для себя релевантный контент. Поэтому внимание к этим вот нишевым сервисам, оно все больше перетекает, но не перетекает так, как бы, в такой массе и так быстро, потому что их очень много, и они каждый специализированы и так далее. Вот, ну, кажется здесь, с нашей точки зрения, что какое-то появление какого-то удобства, какая-то агрегация, в этом смысле цифровая, для человека позволит сразу же больше аудитории гораздо привлечь, и за этим пойдут рекламные деньги сразу же в это место. Второй вопрос. Про симитацию, именно, может, интеграцию регионально. А что вы имеете в виду здесь? Реально, в первую очередь. Насколько интересно или нет по региональному принципу? Безусловно, с этой точки зрения это тоже становится очень важно, потому что, ну, вообще, на фоне, там, каждого нового, там, предыдущих кризисов, денег становилось, с точки зрения, там, продвижения, маркетинга становилось все меньше или все сложнее, можно было, там, так сильно прирастать в маркетинге, все становилось все более важно, каким образом эти деньги расходуются, какой эффект они приобретают. И сейчас все более важно, насколько эффективно тратится каждая рекламная рубль. С этой точки зрения, там, те проекты, те рекламные компании, которые раньше, может, было пренебречь о том, что, вот, как бы, они, там, вещаются на всю страну, и, а при этом бизнес у данного бренда не совсем так же распределяется, как происходит вещание, ну, это становится сейчас все более важно. И становится все более важным соответствовать то, как ты распределяешь свою рекламную коммуникацию, тому, какие бизнес-задачи стоят по региону. Но там, опять же, возникает масса сложностей и ограничений с точки зрения, там, встраивания рекламной коммуникации в локальные окна, потому что есть ограничения с точки зрения вообще объема инвентаря, с точки зрения того, как он измеряется, и, опять же, с точки зрения того принципа, который есть, это вот эфирное вещание, в котором достаточно сложно скоммуницировать с конкретно аудиторией. Если мы перейдем действительно к цифровому ТВ, где у нас есть возможность до уровня домохозяйства, по крайней мере, опускаться, и понимать, что мы коммуницируем конкретно с этим домохозяйством, это, конечно, привлечет массу дополнительных денег. В том числе не только крупный бизнес, у которого могут быть какие-то локализованные задачи на огромное количество малого среднего бизнеса, который сейчас не интересна текущей телевизионной модель, потому что просто там будет 99% них аудитории. Но в случае, если мы говорим не о линейном телевидении, а о наборе сервисов и инструментов, все становится же еще более сложным. То есть дистанционное, условно говоря, внимание региона, из чего складывается, картина там отдельно взята, она вообще для федерального агентства и непомогательства становится очень разным. Совершенно верно. Здесь возникает разрозненность очень большая. То есть очень много нишевых различных каналов коммуникации, которые очень тяжело собрать вместе, привести к каким-то единым стандартам, и это является барьером принципа инвестирования. Друзья, спасибо. Я лично в своей деятельности непосредственно тоже взаимодействовал в АЮ и, скорее, в прошлом времени, надо говорить, с некоторыми крупными манчерами, которые, собственно, занимались и представляли в России не только отдельный контент, фильмы, сериалы, телешоу, но и телеканалы, собственно, с которыми я работал. И, ну, вот в нашей деятельности ощущаем некоторые негативные последствия и думал, что больше будет негатива в том, что сегодня будем обсуждать, но я удивлен, что так много каких-то, ну, не знаю, позитивных моментов в плане новых возможностей. Вот приятно было услышать, что эти сервисы, в принципе, подтверждают, что сохраняются бюджеты на производство контента. Для меня лично интересной новостью было, что доходы от рекламы для контента – это тоже уже существенная часть дохода. Ну, то есть у нас в будущем есть определенные возможности для того, чтобы сохранить и развить всю нашу медиаиндустрию. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok